ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Экипаж российского танка построил царь-мангал с вентиляцией и походной койкой. Подобные модификации от полевых мастеров все чаще уничтожаются защитниками Украины в зоне проведения депутинизации. Вопрос дополнительной защиты танка Т-80 решили радикально. Подобные конструкции в зоне СВО называют царь-мангал. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Каждый день 200-300, 200-300. Скоро гибнуть начнем с голоду, с голоду да с холоду. Так танк Т-80 выглядит внутри этой металлической скорлупы. Здесь установили решетки, чтобы танк немножко продувался. Меня спросили, ты серьезно? Я говорю, абсолютно. Крепко это все держится, работает отлично. Как это работает сегодня? К сожалению, не так эффективно, как бы нам хотелось. Ну а вот это танкисты придумали и установили такую вот походную кровать. Вот так она открывается, фиксируется на цепи. И можно даже полежать и немного отдохнуть между боевыми задачами. Вопрос только, как это будет происходить. Болезненно, быстро или мягко, постепенно? Болезненно, быстро или мягко, постепенно? Все сейчас болеют Курском. И этот Курск становится, превращается в грандиозную загадку, потому что у Путина нет на лице следов гомолокрии, кровавых слез. Они не текут, кровавые слезы по его щечкам. Он нацепил шортики, панаму и направился в вояж. Он делает вид, что ничего не происходит. Я не я, область не моя, в Курском больше в Курском, меньше не в Курсках. К счастью, он в этих рассекает по курортам, дегустировал бараньички в Азербайджане у своего приятеля. Вкушал груши в Кабардино-Балкарии. Решил смотаться к Кадырову, потому что обещал его покатать на новенькой Тесле с пулеметом. Во время визита в Чечню Путин, среди прочего, успел посмотреть на стрельбу сына Рамзана Кадырова, Адама. После Владимир Владимирович отправился в детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Подмосковье. Поглядел там на макеты, ну и не обошлось без тарантиновских диалогов. В том числе и по больницам Москвы и так далее. Здесь очень интересная работа. Как у вас все это в голове вмещается? Интересно. Своя работа. Хорошая работа. Уже сегодня Путин позвонил раненому Зетвоенкору Евгению Подубному и поздравил его с днем рождения. То есть он ведет красивую жизнь, как будто бы действительно ничего не происходит, А реально, реально, впервые за очень-очень много лет эта Россия оккупирована и оккупирована, ну скажем так, весьма и весьма существенно. И тем не менее он вот выбирает такую архистранную позу, такой, понятно, что от беспомощности. Понятно, что они всегда не знают, чем отвечать, не знают, как действовать. Они подставили в качестве главного посмешища этого бедного чеченца, которому уже придумали командира Ахмата, которому уже интернет придумал массу совершенно гениальных названий. Никто же не может запомнить, как его зовут. Поэтому он уже там называется Лапти Аладдина, Ебуба Буинов. А еще какими-то потешными. Попрошу не разгонять, значит, детский сад. Но я подозреваю, что вот даже этот бедный Аладдинов сам не заметил, как его безжалостно превратили в Коношенков и сделали комиком. Ну, понятно, что он был увлечен медийностью и не заметил, что он стал рекламным лицом курского позора. таким вот амбассадором. Берем попкорн и спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. Это не очень удачное амбассадорство, потому что одно дело быть там лицом новой коллекции Диоры или Шанель, а другое дело вписываться как лицо геморройных свечей. И наблюдать потом на всех транспарантах и постерах свою мордашку в этом качестве. Но, в общем, короче говоря, поведение Путина, оно загадочно, зато не загадочно. Вот та дикость, которую демонстрируют русские в своем намерении, в своей готовности. В области примерно 900 тысяч, но там в Курске 400, а в области живет 500, примерно 500 тысяч подвергнуть русской же ковровой бомбардировке. Причем вы слышали, да, их... Это Наталья Нарочницкая на Первом канале предложила. Уничтожить всех и все. Да, она просто требует всех убить и всех этих обитателей, всех обитателей деревушек, поселков, городков. Нет, ну они, в общем, уже подвели идеологическую базу, потому что они говорят, что если обитатели Курской области патриоты России, то патриоты должны любить русские бомбы в любом случае, даже если они падают на них самих, и встречать эти бомбы с пением там березонько-занозонько, с флагами, цветами. И умирать тоже надо живописно, но организованно, радуясь, что убили русские бомбы. То есть вот это мы все видим, и это в очередной раз демонстрирует вот ту неисцелимость, инкурабельность России. Почему воинствующий президент уже две недели делает вид, что ничего не происходит? Обсудим с политическим обозревателем Фредой Рустамовой. Ну, извините за первый такой немножко психологический вопрос, но на ваш взгляд, эта стратегия Владимира Путина, я в домике, она скорее эмоциональная или рациональная? Я думаю, вы не хуже меня знаете, что это не какая-то новая стратегия, Владимир Путина постоянно так делает. И вот это публичное впечатление, эта картинка, которая выдается во внешний мир, ей во многом подчинены все эти действия, которые, по крайней мере, сейчас, по крайней мере, то, что мы видим. Потому что, к большому сожалению, российская власть, Кремль — это одна из самых закрытых систем государственных в мире. И мы очень мало знаем о том, что на самом деле происходит, как на самом деле Владимир Путин пытается взять под контроль ситуацию в Курской области или не пытается. А то, что мы видим, это такое типичное создание видимости, что ничего не происходит настолько серьезного, что могло бы изменить график президента. Такие поездки, конечно, они ставятся в график, это не какие-то внезапные перемещения. Тем более, это его первая поездка, с которой все началось, международный визит в Азербайджан, это государственный визит. Такие мероприятия готовятся долго. Они, как мы видим, гораздо важнее для Владимира Путина, чем то, что происходит в самой России. Эти геополитические альянсы, установка связей, поддержка контакта с международными, с лидерами других государств и так далее. Это очень важная часть его политики, политики Владимира Путина. Поэтому то, что он по дороге заехал в пару российских регионов, это именно что-то по дороге, особенно что касается поездки в Абислав. А вот в таком случае, как раз хотел уточнить, мы знаем, что ВСУ взяли в плен не только многих срочников, но и бойцов Ахмата. Насколько, на ваш взгляд, та же поездка в Чечню, она, опять же, была запланирована заранее, или она все-таки связана с событиями в Курской области? Это довольно трудно сказать, но мы знаем, что Владимир Путин очень давно не был сам в Чечне. Чаще всего сам Рамзан Кадыров к нему приезжает. Мы знаем, что Рамзан Кадыров это один из очень редких людей в России, у которого есть такая привилегия в любой момент приехать и лично встретиться с Владимиром Путиным. Это очень-очень редкая возможность и такой главный политический капитал для нынешней элиты, которой обладают немногие. И поездка, повторюсь, поездка в Чечню это редкая поездка для Владимира Путина. И, конечно, этот праздник, которым для Рамзана Кадырова является визит Владимира Путина в Чечню, это, конечно, в том числе это очень важный способ установить, поддержать лояльность такого важного региона, как Российский Кавказ. Безусловно, да, Рамзан Кадыров это, ну, такой неформальный, да, но главный человек на Российском Кавказе. Поэтому я думаю, что это тоже, мы этого точно не знаем, но я думаю, что это тоже одно из таких вот запланированных мероприятий. В таком случае, задам, может быть, немножко наивный вопрос, но, казалось бы, с точки зрения каких-то политических технологий есть возможность, ну, как-то получить какие-то, опять же, политические очки, симпатию со стороны населения. Вот что мешает Владимиру Путину прямо сегодня приехать, не знаю, в Курскую область, не знаю, навестить беженцев? Ну, это вы, наверное, думаете, что это как-то может ему помочь набрать очки, а он так не думает. Что хорошего для него, да, с точки зрения пропаганды, в том, чтобы приехать в регион, который атакуется иностранной армией. Я напомню, что иностранная армия не была физически на территории России со времен Второй мировой войны. Это огромный, огромный провал российских спецслужб и российской армии. Визит Владимира Путина туда, он, безусловно, расценивается им самим и в Кремле, и его пиарщиками, как негативное событие, которое и приезд Владимира Путина туда, это будет, он будет равнозначен признанию, да, частичному своей ответственности за это, тому, что признанию серьезности ситуации. А мы видим, что российская власть всячески в публичное поле стремится транслировать, что вторжение в Курск область это вовсе никакое не нападение иностранной армии на Россию, а просто какая-то там чрезвычайная ситуация. И они с ней обращаются как с каким-нибудь стихийным бедствием. Точно такие же совещания и мероприятия, которые проводятся, да, имея в виду со стороны верховной власти, они точно так же обращаются с какими-то стихийными бедствиями, не знаю, с ковидом и так далее и тому подобное. То есть во внешний мир транслируются сообщения, что ничего такого не происходит, волноваться не надо. И, в принципе, можно даже это происходящее в Курской области игнорировать в массе, массе населения в России. Мы же не жених и невеста. Телеграф пишет, что Украина уже получила разрешение на использование некоторого западного оружия. Удары по мостам через реку Сейм в Лужковском районе Курской области это подтверждают. Китайский министр обороны Джон Хилли заявил, что оборона Европы начинается с Украины. И Россию необходимо остановить любыми средствами. Единственное, что пока якобы не могут использовать ВСУ, крылатые ракеты Storm Shadow. Ну, это понятное дело времени.